Вы знаете, бывают такие случаи, когда можно сравнивать ДТЗ с кем угодно И ярые фанаты будут говорить, насколько бы конкурент не был мощным, что все равно ДТЗ лучше Поглядим, если вы с этим согласны, пишите в комментариях На сегодня ДТЗ 5244 HP против Forte RD404 Здесь 40 лошадок на минуточку, здесь 24 лошадиные силы под капотом Поэтому эта моделька мощнее будет, чем ДТЗ Но я думаю, многим пофиг, которые являются сторонниками с угодно ДТЗ Поэтому буду сегодня их сравнивать для вас, чтобы вы понимали, кто вы Просто сторонник, либо человек, который выбирает себе технику по задачам Напомню, что на обе модельки действуют скидки И вы можете о них узнать, позвонив по номеру, который на ваших экранах А я сейчас постараюсь опровергнуть мысли, желания и настрой фанатов ДТЗ Вот даже не знаю, стоит ли вам говорить, что обе модельки полноприводные Есть ручка переключения полного привода Обе имеют гидроусилитель руля Обе модельки весьма плавно двигаются Я ездил на них, можете в отдельных обзорах на это посмотреть Форта будет чуть-чуть погабаритней, чем ДТЗ И это даже визуально бросается в глаза Смотрите, я с этой уже стороны зайду На ДТЗ и на Форте Если в цифрах, то ТТЗ в длину 3,37 метра В ширину 1,46 метра И в высоту 2 метра Форта в длину 3,2 метра В ширину 1,62 метра И высоту тоже 2 метра Вот что в них отличного, допустим Ну, не только размеры, габариты Но и, допустим, навеска У Форте навеска максимально поднимает оборудование на 650-660 килограмм И вы даже можете видеть по клешням, что серьезнее этот агрегат, чем ДТЗ ДТЗ – это 400-420 килограмм Вдобавок ко всему ВОМ у Форте На 2 скорости, 540 и 1000 оборотов в минуту И 4 гидравлических выхода Как вы можете видеть Здесь есть Если говорим про ДТЗ Я уже сказал, что грузоподъемность навески меньше И клешни тоже меньше Да и ВОМ у добавок всего лишь 1 скорость 540 оборотов в минуту Да и всего 2 гидравлических выхода Вот они Сейчас могут прилететь спекулянты Скажут, а как вы тогда их можете сравнивать? Да вот легко Потому что если у вас большое, объемное навесное оборудование Которое вы вдруг решили поцепить на свой бессмертный ДТЗ Ну Бог вам в помощь Я не знаю сколько у вас проживет тогда ДТЗ И навеска Ту, которую в принципе может потянуть Форте Но если вы допустим на Форте цепляете маленькую фрезу Или блук Ну тогда нахрена вам покупать такой Форте за эти деньги Тоже непонятно Поэтому все имеет свои цели и задачи И я вам показываю, что здесь отличия в этом есть Ну вот в чем допустим ДТЗ выигрывает Так это все дужки Которое у ДТЗ хорошее, мягкое, удобное Я согласен Форте в этом плане Ну Пасет задних По полу тоже субъективно Форте не самое лучшее В этом плане Потому что и пол железный КПП выпирает в принципе И на весу, на педальки вы нажимаете Ну это такое У ДТЗ здесь пол чуть более ровнее КППшка не так выступает И прорезинен И на педальки можно пяткой нажимать Имеется ввиду, что пятка будет стоять на полу А нога будет не на весу Когда нажимаете на педали Но у ДТЗ есть допустим реверс Чего нету у Форте Переключение Это ручной газ справа Реверс слева Вот три скорости Повышенное, пониженное Вон Здесь 4.1 плюс повышенное, пониженное Это 8.2 Вот Ну тоже я уже сказал Полный привод По приборным панелькам Ну примерно Примерно похоже Здесь механика и электроника Здесь в основном Только электроника Субъективно ДТЗ-шка в этом плане Поприятней По рулю У ДТЗ Руль Чуть поменьше Чем руль У Форте По колесной базе И клиренсу Есть отличия Если у ДТЗ Колесная база 1720 А клиренс 310 Миллиметров То Перейдем на Форте Сейчас я обойду Чтобы показать Также Тут 1600 Миллиметров Колесная база И клиренс 340 Миллиметров Тоже по колеям Есть отличия Как их можно Менять У Форте Колея передних колес 1240 1450 Миллиметров Колея передних колес У ДТЗ-шки 1170 1270 Миллиметров Задние колеса Колея задних колес ДТЗ-шки 1150 1350 Миллиметров А колея задних колес У Форте В свою очередь 1320 1560 Миллиметров Барабанные тормоза И там И там Блокируется дифференциал И там И там Это что в них Сходно Тоже И по колесам Давайте я тоже пройду 616 Передние У ДТЗ-шки У Форте И где-то Фильтра сбоку Хороший двигатель Хороший Я не скажу Я не скажу Что у ДТЗ Он плохой У ДТЗ он тоже Хороший Но Чуть Чуть не такой Мощный 30 литров Топливный бак Мощный Как у Форте Как всегда В описании Будут ссылочки На наш магазин На эти обе модельки Переходите Приобретайте Если что-то Хотите дополнительно узнать То тоже там Переходите Все есть Написано Отдельные обзоры Тоже в описании Будут на каждой Из этих моделек Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Мы с вами Увидимся В следующем обзоре Пока